Я думаю, посмотрю-ка я, знаешь, на то, что сейчас на наше развитие. Она будет периодически вот так вот забегать и осматривать, снимать это дело. Да. Мы едем, едем, едем в соседнее село. Да. До сопровождения каравана такое чисто. Угу. Сейчас остынет, отдохнет. Очень рябочка на лошадь бить слишком сложно. Тренировка. Кофьями потом... Да, мы же по-любому будем кавалерию раскручивать, надо будет это, тренироваться нам. О, слушай, они тут выдолбили шахту вниз, докопались до воды, прямо под клаймом. Причем, дело у них серьезное, подход весьма серьезный к этому был, а они поставили распорки. Они полностью закопались под землю. Обалдеть. Бункер какой-то придумали. Потому что я чувствую, если что придется дальше, их там, в принципе, на другой конечности есть, а здесь больше, но туда поколение есть. Если тут можем набрать пока. Плодородная. Плодородную мы качаем же, да, собираем? Не-не, не нужна. Нам нужна только лесная пока. Плодородная это другая задача. Когда будет понятно, где поля, нормально. Уже можно будет рассыпать там и так далее. Ну тогда поехали, все. Надежда, что теперь я буду искать путь. Там единственный путь на клайм пока. Если тут надо найти его. Сейчас будет мучиться. Сейчас, сейчас, стемнеет. Тут вообще ничего не видно. Это у нас максимум. Да, давайте лучше ближе держаться одной группой. Только ты с нами уже, да? Ты без перегруза, да? Все, выгадания. Да, лучше иди без перегруза, чтобы, если что. Вы скорее вперед, просто я вот на прямой ехать. Вы спарите, чтобы не было там лошадей. О, этих лопов. Угу. Вот в горы я буду ехать. Сейчас в горы столько, что я. Только до наших планов. Потому что реально очень тормозит лошадь без дороги. С дороги просто летит. Ну, в принципе, да. Колеса маленькие такие, деревянные. Ну да. Я еще могу представить, как тебя трясет здесь, в этой тележке. На самом деле, тут прям болезнь, я не знаю, морскую может заработать. Это экран дергается дико, да? А-а. Потом поедешь, по приколу, это вообще. По приколу. По приколу, но потому что... Когда будешь наказан. Да-да. А ты от первого лица не можешь переключиться смотреть? Могу, но тогда вообще... Еще хуже бы, да? Жопу лошади только видно. А-а, окей. То есть нет, там конечно видно, но реально вообще жесть. Ну, можно по-разному вообще смотреть на эти. Симуляторы древневекового извозчика, блин. Кстати, а мы же... Поскольку на лошадях, я думаю, мы можем волков отгонять просто, сагриться и на медленной скорости везти его на поводке. Ну, как вариант, если сагриться, можно так, да. Да, я думаю, надо будет попробовать этот. Ну, мы посмотрим, если будет просто раз, просто очень много волков было реально. Это жесть какая-то. Да, если вот такой вариант и прямо по пути. А, там справа волк. Да, вижу. А ну-ка, я сейчас проверю этот вариант. Ну, вот съедите. Отведу его. Еле-еле положат, сейчас подъедем. Подожди. Ну, можно взять поверье чуть-чуть. Волка, я за мной погрался. Не, левее. Все, волка я убираю, волка я убираю. Я побежал на этот, на лосток. В общем, с ним. Окей. Давай вот сюда и... Вообще, иногда лошадь тормает, просто, ну, почти на пустом месте, в кавычках. Едет? Ну, вроде ползет, но очень медленно. Ну, иногда быстро, наверное, медленно, вообще, посмотри сейчас. Тут вроде ничего так ползет, а тут нет сейчас. Ну, все, это работает. В принципе, можно, усадники могут разгонять волков от пути для телеги. Нормально. Да не, лошадь, это реально, я вам говорю, это жесть. Вот тут вроде входит хоть как-то. Не, я просто, это реально, это, вот, эта игра, в своем случае, уникальна. Она очень такая, своеобразная, и она этим не берет. Просто вот слушать, как ты трахаешь сейчас подъемом, понимаешь, как в реальной жизни. То есть, она тоже, по бездорожью заехать, то есть, знаешь, все привыкли к этим КБМОшкам, там, где все... Ну, да. Ну, они практически все коридорные. В принципе, 50 пилотов волков получишь там и так далее. А здесь, вот, просто заехать на телег, довезти на телеги от точки А в точку Б, у тебя уже это целый квест. И ты решай, как хочешь, и тебе никто победу не гарантирует, что самое прелесть в этом. Вот этим лифт меня просто берет, что... А моя задача, это то есть, не допустить потерю конвоя, да, там, то есть, как квест мой-то, это не проебать конвой, а если я проебаю, то поражение тут ощутимо. Это не то, что, а, блин, надо заново начинать. Нет, все, телега уже не вернется до ЦЭТ. В общем, класс. Да, тут семенит все на свою цену такую, да. Кстати, а дом у нас... А, окей, показалось. Нет, это пока, кстати, небольшой будет дом. Я не помню, то ли 3, то ли 5, но мы потом построим большой, но нам нужно для этого 9 регионалок определенных, по-моему. Я не помню, каких. А для этого нам нужны региональные железные, например, для обмена. Легко отвезти слитки и взять за это. В общем, в обратку. 70+, по-моему, слитки нужны. Ну, если будут, будем это... Ну, торганем. Причем регионалка, по-моему, там то ли Rocky Plains, то ли еще какая-то. В общем, надо бы съездить поискать. Кстати, у нас прошла инфа, что даже самый последний, скажем так, клайм кормится золотом. Хм, то есть деньги просто. Да, то есть все кормятся деньгами, только в гигантских количествах. И на последнее улучшение нужно будет 40 грагоценных камней. Да, и сталь. И восстатская сталь, и еще что-то. 6, по-моему, восстатских стали. Вот. Все, мод, мы готовы тогда кормить следующий апгрейд? Следующий мы готовы. У нас это золото слитков наделали. У нас есть куча источников золота. Только туда он съездить будет и поплавит еще. Все, хорошо, я его поднимаю тогда. Давай. Сейчас, где у нас тут народ? Так, ребят, мне надо на час буквально отойти на монтаж, потому что я не могу монтировать так. Вот, через час буквально к вам подъеду на клаймусы, чтобы тренироваться. Окей, значит, 5, чтобы закончить постройку, именно 5 плотных кожей, 5 стальных слитков, 5 тонкая кожа и 4 куска. Так, кожа, это бозер, он здесь. А сталь, надо сейчас хрен, спросить, либо кого-то еще там. Сейчас там. Угу, должно быть. Бозер тут? Да. Кожа есть? Да. 5 штук. Отлично. Ну, все, да. А слитки сейчас посмотрим, где у них. Там наверху я можно почью эту тачу самоскровать. Может быть, она не вызовет большой интерес у людей. Так, молоток. Мне нужен молоток. Хотя бы шкуру прибить к монументу. Молоток. У нас нету в этом на складе, в нижнем сундуке справа. В нижнем сундуке справа. Сейчас смотрю. Там инструменты должны быть. Ну, вот молоток, не знаю. Так, вижу инструменты, еще молоток. На всякий случай, я благословляю потихоньку. Что делаешь? Благословляю. А, ну это да. Кстати, полезная штука, что скиллы не уйдут. Это, конечно, что-то они, конечно, сделали. Я понимаю, по ВП все дела, но они прям так этот сервер обозвали по ВП-ориентированным, без права трансфера на другие. Это еще немножко... Это ерунда. Просто поставили перед фактом. Ну да, то есть это как-то не очень неправильно, потому что многие сюда шли, потому что больше некуда было идти вообще. Ну посмотрим. Клайм все равно с собой не утащил, только сервак. Ну, клайм-то да. Но мы его и оборонять посмотрим как-нибудь. Нам надо какую-нибудь зону небольшую безопасность создать, которая может быть, в первую очередь, грабить либо. И проверить, обязательно вот эту систему, можно ли закопать сундук. Я предлагаю прямо это провести, потому что так как тут все закапывается, типа, то есть кофта, по крайней мере, часть регионалок, золото там и прочих целых еще может тупо закопать. Тут надо просто понять, потому что сходу нам разогнаться внизу-то негде, а в рейдах, да, это очень полезно, потому что всадники умеют владеть. Главное там, сейчас объясняю, 90-х вольной лошади владеть, вот этой, которая Spirit Horse. Вот, во-первых, надо уметь на ней ездить. По-моему, это умеет ездить уже... Кто? Какой-то там кавалерист, наверное, 90-й. Или 90-й. А, вот 60-й кавалерист нужен, поэтому всем... Да, да, поэтому я же говорю, все должны как минимум прокачать 60-й кавалериста. Да, 60-й кавалерист – это обязательно, это просто без вопросов, потому что нам надо успеть отбраться до цели, как говорится, не пешком и на боевой лошади, а уж потом можно смотреть. Значит, что там... То есть, смотри, Бозарь, я к чему говорю, что если ты хочешь, если тебе лично по душе лучник, то как бы это твое личное дело, без проблем. Но если в плане вот оптимационной, оптимальной боевой единицы, сейчас нам надо, чтобы у всех было 60 кавалерий и также атакующих, чтобы мы могли отыскать платы, потому что сколько я со всех источников я слышал, сейчас это самый, на данный момент, ну, операция механика, оптимальный момент, и я думаю, нам здесь не надо выдумывать колесо и так далее. То есть, я лучше вижу, наша эффективность гораздо будет больше, если вот мы как сплощенная единица, чем если, допустим, один рейдер, один лучник, ну, размазанный, короче. Ну, то, что я вообще понял. Мне кажется, Бозару хватит же скиллов, он рейнджера берет, у тебя же там не все 90-90-90, так? 60-й с кавалерии ты легко берешь, чтобы ездить. Ну, и после этого можно атакующего для ближнего боя, если шибли с лошади. Это же нормальный билд, он прокачивается, как бы, и ты и остаешься рейнджером, и как надо стрелять. И если вдруг припекло, то берешь двуручий, вперед мочить с нами всей толпой. Это скиллов хватит, тут легче, чем с крафтами. 481, ну, в принципе, да. Ну, в том смысле, что там... 100, 100, 100. В общем, оптимально, можно подобрать билд, тут не обязательно все до 90-го качать, например, типа Стрелкова, прочего, прачника там. Да, вот я смотрю, получается, можно кавалерию сделать, ну, допустим, а, ну, вообще, Лансер же еще надо. Окей, это 300 очков займет. Если полностью все сотки, значит, ну, это делать не будем. Да, возьмем 200, 200, так скромно, да. У нас существует сейчас 280 очков. Да, две ветки можно. Можно раскидать эти штуки. В общем, я просто к тому, что Бозр, у тебя ничего. То есть ты рейнджера берешь, но при этом ты себе докачаешь кавалерию, чтобы ездить на боевых лошадях. А, я понимаю. Хотя бы это, да. И если не хочешь атакующим, хотя бы это, да. И, собственно, ты можешь потом атакующего быстро покачать, так же, как мы все за два часа. И если что, ты будешь, как говорится, как и все. Такой единицей. То есть, позволяет нормально. Бозр, ай, я забыл спросить. А ты как, ну, тебе лучником часы это для себя? Это твоя тема личная? Мне это, в принципе, намного удобнее. Во-первых, ну, отчасти мне нравятся лучники. Ну, привык уже с лука стрелять. А, во-вторых, в принципе, как охотнику, особенно на горных баранах, удобнее все-таки иметь лук, а не меч. Я понял. Тогда, да, тогда, конечно. Толпа лучников, она тут тоже очень будет решать при хорошем слаженности. То есть, пять там лучников, которые рейнджер зададут заряд десятикратный, они могут, в принципе, развеять да, рейнджер, толпу там этих хренал, силуров и так далее. Очень неплохо. Плюс там глушающий стрел и прочее. Поэтому тут надо не скидывать эту вещь. Мы, то есть, может быть, я не знаю, можно взять лансеров лучников, это тоже вариант, но это такой наркоманский. Надо смотреть по билдам, потому что не обязательно все качать до девяносто. Возможно, очень хороший средний билд собрать и просто решать командой под разные нужды. Надо просто посмотреть, как это будет выглядеть. Ну, окей, хорошо. Это как бы не будем забегать вперед. Сначала все, полностью вся гильда, хотя бы, чтобы иметь возможность защитить наши земли, должна иметь 60 кавалерий. Это первое. Это самый приоритет. Да, я без вопроса. 60 кавалерий взять, это очень хорошо. А, да. Да, даже Орике, если да, хотя бы, если не любит... Если мы хотим защищать Клайм, мы будем стоять на месте. Зачем нам лошадь? Я может, что-то не понимаю. Слушай, я не знаю, что мы можем делать это. Мы ездим куда-то все-таки в поход. Тут, скорее, даже не то, чтобы чисто Клайм защищать. Не, я имею... Смотри, я объясню Орика. Это просто, чтобы иметь возможность садить кольчугу. И этот скилл комбинируется с нашей более активной, так как вот в рейды на лошадях, да, с мобильностью. То есть мы имеем плюс мобильность и возможность носить оружие и кольчугу. То есть в этом плане. То есть комбинировать, чтобы не получалось отдельно качать лошадей для длинных ходок и отдельно там, я не знаю, ополчение. То есть ополчение, оно как бы трата личных очков, когда можно добиться того же эффекта с кавалерией. То есть если нам его защищать, то по крайней мере мы сможем защищать это с бастардами и с кольчугой. Конечно, ты же дерешься этим. И бастардами нормально, и там дальше. И главное, я говорю, эти... Главное, боевые кони, которые выживают гораздо лучше, чем обычные кони. И это даже вот в этих рейдах-походах, когда тебе начнут отстреливать всякие придурки, ну и так далее, есть шанс свалить просто быстрее. Если что, это очень хорошо. Это полезная штука. И да, и мы как этот народ, который живет в пустыне, на открытых этих... Все должны уметь в конную езду. Это тоже как бы... Ездить на лошадях. И драться с них, разумеется. Такое надо сейчас у меня этот... На складе музыку такую боевую сделать. Там, ты думаешь, как Рэмбо одевается, там все шмотки показывают таким крупным планом. Музыка такая боевая, да. Так, я сейчас тоже эту кольчугу одеваю. Надо баланс стараться подогнать. Ой, слушай, я слышу, что... Я когда бегу, я позваниваю. Это кольчужка. Класс. А, тогда мне сколько лошадей подготовить? Лошадей боевых? Так точно. Ну, хотя бы 4 пока, наверное. Ну, да. 4 неплохой вариант. Они же на складе могут неограниченно храниться. Да. Ну все. Вечно лошади в бумажке. Да, ну, но у нас пока не так много людей, чтобы это садиться на боевых лошадей. А, право владения лошадей. Да, да, лошадь, она где-то в виртуальном пространстве обитает. В другом измерении. Да, да, точно. Призыв. Может быть, тут видишь, они говорят, магии нет. Может, на них и призыв лошади. Реальный, так что узнают. Либо, наоборот, высокотехнологическая цивилизация, которая просто отыгрывает средневековье. Симуляция. Как в страйкболчик играет. Энгард. Так, ты давай до, 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 этот, до, до четверти. До первой крови. Нет, до четверти где-то. А, давай попробуйте отпарировать. Зараза. Ты знаешь, что тут еще контратака есть? Нет. Короче, когда у тебя удачное парирование, но это после тридцатника у тебя появляется такой, как бы, опция сделать контратаку, которую нельзя перехватить после выпада врага. Кстати, видишь, смотри, как я быстрый бегаю. Это, 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 зараза. Не, не, не. Это что такое? Ну, ты включи просто автобег, чтобы у тебя было больше маневренности. Давай попробуем момент. Стой там, стой там. Я сейчас хочу тебя в прыжке долбануть. Скорость 7 выдала. О, видел? 28 скорость выдала. Нифига себе. Но это, наверное, потому что кончиком попал. Окей, ладно. О, сорян. Увлекся немножко. Поехали. А, вот вообще открыл так тупо спину тебе, блин. Хорошо вырезал 19 скорость. О, видел? То есть, ты как бы, я слежу, вот как только ты открылся для удара, я отхожу назад и пытаюсь, этот, после, когда-то открытый, против махания, после махания контратаку сделать. Нет, смотри, пробил. На, 47 выдал, нифига себе. Бонус скорости 47? Да. А что он дает? Ну, вот смотри, если я стану впритык и ударю этим мячом, смотри, да, он выдаст 5, видишь, показала? Бонус хит. Но если я стану чуть подальше и кончиком мяча тебя зацеплю, 39, видишь? То есть, оно учитывается даже, каким местом ты мяча ударил, потому что, как бы, возле гарды меньше, меньше двигается скорость. То есть, очень важно, что ты не можешь просто вплотную подойти, да, ты будешь, я у тебя тупо ручкой буду бить. Давай, ладно, пока потренируйся, я буду чисто парировать. 35 выдает, нифига себе. Короче, я понял, что при парировании лучше все-таки не двигаться, мне кажется, легче реагировать, наверное. Ну, да, типа, тактика танков. Но это, если танки, то это чисто быть этими в латах. На кольчуге это особо не это. Не потому что, как баран забодать меня. Ух ты, блин. О! На, ты видел? У меня только что появился этот, как раз, вот удар такой контратаки. Вот как раз вот это и было. Это когда ты, это, атакующего, открыл тридцатник, появляется эта опция. О, видишь, опять опция получилась в контратаке. 41 выдал, нифига себе. Да я сейчас как бы подошел и нажал удар, и пока он замахивался, я успел шаг назад сделать. А-а-а, вот как. Блин, 45, опять не успел среагировать. Лепота. Солнце сейчас зашло, так хорошо. Погода, да, прочистилась. Хороший вид. И дуб на кончике горы хорошо смотрится.